Следующий принцип, который я сейчас хочу объяснить, его вы делаете на оборудовании Нука-Бест, этот принцип. Вот то, что я говорил, когда почка воскресла, речетовидная железа заработала, когда камни рассасываются, кисты рассасываются, фибромиума рассасываются, когда, 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 когда там, я не знаю, ну, зрение восстанавливается, катаракты уходят, когда сахарный диабет исчезает. Этот принцип, я на примере почки, наверное, объясню. Почку. Этот принцип, ну, красиво просто почку рисовать. Она красивая, похожая сразу на почку. Вы сразу понимаете, что это почка. На примере почки я объясню этот принцип Нука-Бест. И этот принцип не используется в обычной медицине. Не используется. Это уже медицина необычная. Восточная, я бы сказал, медицина. Ну, например. Нарисуй кисту в почке. Кисту. Или камень в почке, например. Мочевые деления на системе. Камень. Это как пример. С точности, с такой вероятностью, можно в матке нарисовать фибромиому, например. Или в щитовидной железе нарисовать узел. Точность такой же точно. Ну, вероятность. Самое главное, поймите сейчас принцип. А потом я назову болезнь, которая так излечивается. И я это видел не раз. Когда вот человек обследует, идет на УЗИ, например, и видит, что в почке есть киста или камень, о чем человек потом дальше думает? А в операции думает? Еще о чем думает? Как избавиться думает? Еще о чем думает? Какие лекарства? Чтобы не выросло еще больше. Какие лекарства? Чтобы не выросло еще. Чтобы не переродилось в рак. Думает, да? Да. Разные трапьют. Разные трапьют. Внимание, очень важный момент. Сейчас я скажу, а вы вот просто смотрите на доску. Когда человек сталкивается с проблемой, он приучен смотреть на болезни и вообще не видит орда. Так? Доктора вас приучили говорить языком болезни. Размышлять о болезнях. Думать об избавлении от болезни. Размышлять о развитии болезни. Доктора вас приучили думать о болезнях. Знаете, зачем сделали это, доктора? Чтобы привязать вас к себе. Пока вы говорите о болезнях, вы мало того, что не выздоравливаете, болезни остаются у вас. Вы бегаете от одного доктора к другому и спрашиваете, как от болезни избавиться. Когда вы приходите в Лугабест, внимание, этот принцип объясняю один раз, потом много раз повторю его. Вы не лечите болезни, вы создаете условия для нормальной жизни органа. А орган сам выздоравливает. Условий таких основных будет три. Вот объясните, что почке надо, например. Ну, не само тепло, а кровоток. Вот тепло улучшает кровоток. Согласен. Еще что? Лейкоциты, иммунитет. Еще что, третий? Хорошо работающие нервы. Нервы. Вас вот так думать никто никогда не учил. Я прав? Да. Вас доктор учил думать категориями болезней. Поэтому вы так привязались к мнению доктора, что вас еще не скоро отвязать получится. Да. И еще много лекарств. Лекарств, ну, конечно. Надо много лекарств вам еще успеть продать. Которые по тысячам стоит. Пока вы размышляете о болезнях. А почка, она, вот, живет своей жизнью. И ей надо нечто для хорошей жизни. Я вам расскажу, вот, например, причиной кисты являются травма, воспаление и нарушенный обмен веществ. Если вы посмотрите на травму, то вот, чтобы после травмы почка не заболела, ей нужен кровоток. Чтобы воспаление почку ну, не угробило, нужен хороший иммунитет. И чтобы обмен веществ восстановить, нужны хорошо работающие нервы. Вы поняли, нет? Какой секрет внукопец зарыт? Обмен веществ живет в голове и управляет оттуда всем. Голова с почками связаны через нервы, а мы можем в определенном сегменте воздействовать на этот обмен веществ. Когда вы занимаетесь лугобест, вы делаете и первое, и второе, и третье. Об иммунитете я рассказал уже. Когда вы просто лежите вечером на оборудовании, разогреваете глубоко позвоночник, вы улучшаете иммунитет. И воспаление, которое жило в почке и могло привести и к образованию камней, и к образованию кист, воспаление, банально. Инфекция. Вы переболели ОРЗ, инфекция остановилась в почке. То вот эту инфекцию, чтобы ей не дать развиваться, нужен иммунитет. Инфекцию не пустить. Когда вы просто разогреваете позвоночник на аппаратную габрест вечером, и потом ночью ложитесь на тот же самый жилет, хороший иммунитет у вас. Инфекция не остается в почке. Вы решаете проблему иммунитета. Когда вы разогреваете саму почку, вы знаете, где почка находится? Ну, примерно хотя бы тут. Вы можете ее разогревать? Можно разогреть сегодня почку? Можно. Как? Можно. Ну, например, на матрич. Раз. На хорошую температуру разогреть поясницу или вот живот разогреть. Или лично роллы, перевести роллы к пояснице и тоже разогреть. Можно ли разогреть живуток сегодня? Можно. Пятишариковый проектор есть для этого. Для этого есть тот же самый массаж живота. Делаете вы массаж живота на роллах? Когда роллы ходят под животом и прогревать хорошо живут. Да. Можно той же самой керамикой вот жилет разогреть, тоже обкутаться и разогреть. Можно ли разогревать четыридную железу? Можно. Можно, хотя доктор, говори, что почему-то нельзя, я сейчас об этом скажу. Можно четыридную железу прогреть тем же пятишариком проектором. половые органы вот у женщины, например, или простату у мужчины можно разогревать? Можно. Можно вот сидеть на пятишариков проекторной этой же керамику положить на живот. О кровотоке я хочу пару замечаний рассказать. Пару замечаний. Просто много вопросов вы задаете о кровотоке. Я доктор изучал медицину и человека изнутри. Я знаю, что кровоток это первая необходимость для любого органа. Любой орган зависит прямо от качества кровотока. Я скажу по-другому. Если кровоток в органе идеальный, болезнь там развиваться не может. Вы слышите меня, нет? Если кровоток идеальный в органе, болезнь в нем развиваться не может. И еще скажу, что когда вы улучшаете кровоток, то органу никогда от кровотока плохо не бывает. Сколько бы вы не улучшали кровоток, он плохо не бывает. Почему-то, я до сих пор не понимаю почему, многие доктора считают, что улучшение кровотока в органе должно привести к болезни. Вы можете мне это объяснить? Я не понимаю, как можно думать, чтобы сказать, что хороший кровоток повредит органу. А как можно так сказать? Какую медицину надо учить? Когда вы разогреваете свои органы, вы даете здоровье для органов. Когда вы прижигаете позвоночник, вы даете хорошую нервную импульсацию для органов. Сверху вниз пройдусь, или снизу вверх, как хотите, по позвоночнику. Пояснично-крестовый отдел оздоравливает все тазовые органы. Пока вы делаете прижигание поясницы и креста оздоравливаются такие болезни, фибромиома матки, такие болезни, как воспаление яичников, такие болезни, как простата, простатит, аденома. При всем этом малый таз очень несложно разогреть. Очень несложно. Или низ живота, или спромежность, когда вы садитесь на пятишарик проектор, садитесь на керамику, или даже вот на это аппарат второй сердце у нас садятся, где шипы. Тоже садятся при геморрое, при простатите садятся на горячую платформу. Да, да, да. Поднимусь выше. Нижний грудной отдел и верхний поясничный отвечает за то, чтобы кишки были здоровы. Кишки. Кишечник тоже такой формен, очень длинный, много лишнего там есть, отрезать можно почти весь кишечник. Получить по чуть-чуть. Человек может жить. Так вот, кишечник любит тепло. Дисбактериоз, банальный дисбактериоз, который лечится минимум полгода, извлечивается за две недели, за три недели полностью. Вы делаете прижигание позвоночника в нижнегрудном и поясничном отделе. Вы разогреваете живот на ролловом массажере, например, пельно-турмой керамики. Вы делаете хороший иммунитет, те же самые три стрелки. Хороший кровоток, разогревание, нервы, прижигающие через позвоночник, и иммунитет делаете хорошим, прогревая позвоночник глубоко на ночь. Поднимаясь выше, болезнь, называемая сахарной диабет. Организуется эта болезнь в голове, потому что оттуда управляет гормональная система. И поджелудочная железа плохо вырабатывает инсулин, собственно, это и есть суть диабета, а осложняется диабет в сосудах. Вот скажу о среднем, о поджелудочной железе. Мы увидели в NougaBest, что диабет излечим, хотя в медицине обычной диабет это приговор. Вы знаете? В обычной медицине диабет это приговор. Пришли в NougaBest. Одно из, один из вопросов, который меня убил на повалке, это когда люди начали выздоравливать от сахарного диабета. Я знаю, что это приговор. в NougaBest люди выздоравливают систематически от второго типа диабета выздоравливают все, кто этого захотел. Все, кто этого захотел. Вы слышите? Я как врач, я бы застрелился на это. Потому что я учил, что диабет это приговор. В NougaBest излечивается люди. Ты посмотри, какие грамоты. Как излечиваются? Воздействие на поджелудочную железу, массаж, миосимулятор, пятишариковый проектор. Воздействует на голову. Как, кстати, на голову воздействовать, чтобы голова здоровая была? Об этом еще поговорим. Шейный массаж. Можно массаж шеи делать на этом массажере? Да, пожалуйста. Прижигание сонных артерий, чтобы голова была здоровая. Как воздействовать на сосуды, чтобы диабет не осложнялся на сосуды. Прижиганием, об этом сейчас я тоже вернусь отдельно скажу, о сосудах я прижигаю. Диабет оказывается излечимая болезнь, много бест. Видите ли? Я такую медицину буду дальше учить, слушайте, потому что если моя медицина не может лечить диабет, а эта медицина может лечить диабет, я буду эту медицину изучать. если выше подниматься, например, легкие, болезни легких разные, бронхиты, бронхиальная астма. В Донецком крае есть такой Донбасс у нас на время, знаете? Знаю. Донбасс. Шахтеры. У вас нет шахт? Нет. Нет, слава Богу. Или наоборот, лучше, чтобы было. Не надо. У вас нет. Нефть. Крутое. Нефть. Нефть это хорошо. Пробрил скважину и сама течет. А уголь это лезть на подземную. Тысячу метров, полторы тысячи метров. Я не знаю, сколько мне надо денег дать, чтобы я подземлю полез. Я боюсь туда лезть. Шахтеры там работают по 30 лет. И получается так, что вот 30 лет проработал, Гору денег заработал, а здоровье ноль. Вылез на поверхность с деньгами, и никому не нужен больной человек с деньгами. Вот в таком донецком регионе, на Донбассе, появились в Лонгоговест. И когда я приехал туда, меня, конечно, ну я сам такой, знаете, очень горячий, скажу так. Если дело касается принципов, я очень горячий. А приехал к шахтерам, я смотрю, они вообще чокнутые. Им говоришь 70, а они говорят, доктор, а 90 есть? Мы поняли, что 70 помогает, 90 дайте. Вот такие сумасшедшие шахтеры, которым терять нечего. Они брали, прогревали грудную крепость. А у них антракоз, силикоз, эмфизема, пневмосфероз. Страшные болезни, прежде всего, в легких. Убитый наглухо иммунитет. И вообще убитые сосуды. И для них температура 70, это второе название жизни. И вот они, прогревая легкие, те же самые три стрелки. Вот то, что принцип. Разогревают легкие, прижигают грудной отдел. И восстанавливают иммунитет. На температуре 70, они спят на 70 не задумываясь. Ну, шахтеры, если вы представляете, у него рука, как моя голова. Такие мужики здоровенные. Они выздоравливают от всех известных болезней. Я в шуке. Эмфизема, это перерождение легкого. Пневмосфероз, это перерождение легкого. Они мне показывают, как эмфизема исчезла. Легкие, девственные. Пневмосфероз исчез. Антракоз исчез. Саркейдоз исчезает. Короче говоря, ужас. Для нормального доктора, это ужас просто. Потому что мы знаем, от таких болезней нельзя лечиться. Шахтер, выпал в сангет, так сказать, в 60-м году. Ему 60 лет, он закончил свою деятельность. Его списали, у него куча денег, и здоровья нет. И он начинает сумасшедшим образом это делать. Через год он здоровый человек. Вот такие эффективные способы оздоровления в Нугопест. Ничего подобного за пределами в Нугопест нет. Три принципа. Разогреваем орган, прижигаем позвоночник на Нугопест, на массажере. И делаем хороший иммунитет. Известные все болезни излечиваются. И в животе, и в легких. И болезни сердца. И болезни щедает для железы. И болезни...